Беляев Владислав, являюсь директором ООСПК имени Панфилова. Наше предприятие находится в Петровском районе Саратовской области. Порядка 12 тысяч гектаров у нас в обработке. Около двух лет мы работаем с продуктом Exact Farming. Планирование сезона начинается где-то с сентября месяца. Мы уже начинаем прикидывать, какие культуры на каких полях мы будем выращивать на следующий год. И здесь уже удобно пользоваться таблицами данной программы, где четко хорошо отслеживается вся история полей, что зачем, на каком поле, какие культуры выращивалось. Очень помогает в дальнейшем планировании. Само собой, конечно, мы и планируем, уже начинаем планировать и затраты на следующий год. Соответственно, да, уже по многим культурам, вырученным. Благодаря программе мы смотрим, сколько затрат на поле мы вложили, какую выручку посчитали. Принимаем какие-то решения по тем или иным культурам, соответственно, насколько они для нас интересны, выгодны, рентабельны. И, соответственно, дальнейшее планирование идет. И вот, принимая решение о работе с тем или иным препаратом, всегда смотрим экономику, насколько мы укладываемся, не укладываемся в бюджет. Само собой, большой вопрос заключается в контроле, в объезде, скажем так, ежедневным или не ежедневным полей. Я лично, мои сотрудники, да, периодически, объезжая поля, делаем какие-то заметки. Плюс у нас есть сторонние привлеченные агрономы, которые раз в неделю совершают объезд полей. И также в данной программе делают свои заметки, указывая на те или иные моменты, которые, возможно, мы где-то не доглядели. Каждый день после проведения работы у меня специалисты вносят затраты по отработанным материалам. В экзакт-фарминг это, ну, тоже практически на ежедневной основе идет. Чтобы оперативно видеть расходы по тому или иному полю. И, соответственно, для принятия каких-то дальнейших решений, да, стоит ли или не стоит, дальше вкладываться в ту или иную культуру. Ну, экспорт, да, как бы для каких-то там составлений дополнительных отчетов, да, у нас специалисты, да, часто знаю, пользуются. Больше данные по затратам на те или иные поля, да, выгрузки делает она в таблице для составления каких-то там отчетов. В этом году мы приобрели, установили две ваших метеостанции, КТОН, с датчиками, там, температурные датчики, датчик осадков тоже был, влажности почвы. На протяжении всего сезона, да, практически каждый день, да, мы смотрим прогноз погоды. На что обращаем внимание? Это осадки, потому что в дождь никакие работы ты сделать не сможешь, ни посеять, ни обработать, ни убрать, да, когда идет сезон частых химических обработок. Это, само собой, температурный режим и ветер, да, отслеживаем, поскольку по ветру работать нельзя. И, соответственно, слишком высокие температуры тоже работать не дают. Да, для меня больший интерес представляет, на самом деле, не сколько даже осадков выпало, да, а сколько их влаги, сколько этой влаги в почве накопилось, на каком уровне она, да, находится, и насколько она доступна для растений. Да, интересная вещь – это мониторинг по спутниковым снимкам вегетации, да, этих или иных растений, да, тоже очень сильно помогает. Мы достаточно часто смотрим, отслеживаем именно вегетацию растений, да, можно увидеть, что на каком-то участке поля, да, вегетация идет там менее активная, да, всегда можно приехать на место и посмотреть, за счет чего это происходит, да. Зарабатывать, конечно, мы стали больше, стали больше экономить, а сэкономленные деньги и заработанные деньги.